В Артемовской центральной районной больнице состоялся консультативный прием пациентов, нуждающихся в оперативном лечении суставов. Прием провел врач-травматолог-ортопед из Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра города Нижний Тагил. Сустав выскакивает, я его вдалбливаю. Давно вы его вдалбливаете? Поругал меня уже. А вот с левой колена как давно нашел болеть? Левое колено это вот где-то с полгода. С полгода. А перед этим была какая-то травма? Да, не сказала бы. Какая-то физическая нагрузка, где-то ногу подвернули. Почему? Первый раз, когда вы скачали. Эта нога, наверное, я с велосипеда спрыгнула. Нет, с левой давайте разберемся, почему она у вас спрыгнула. А с левой, я не знаю, я никуда уже тут саппродали, все. То есть вы сами так ничем не связываете? Какой-то травмы не было, не подскользнули, зимашек как раз было, нет? С марта 2015 года врачи Нижнетагильского Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра выезжают в города и поселки Свердловской области для отбора на местах пациентов, на оказание высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи. Среди направлений, по которым проводятся операции в медицинском центре, ключевое – эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов, операции на позвоночнике, а также гинекология, урология и лорорганы. Высокотехнологичные ортопедические операции проводятся по квотам Минздрава области и территориального фонда ОМС. То есть для пациентов абсолютно бесплатно. Так в рамках выездных консультаций врачи центра побывали и в городе Артемовском. Сейчас у нас проходит выездная врачебная комиссия. Мы обследуем пациентов, собираем жалобы, анамнез, смотрим, чем мы можем помочь. Наша клиника оснащена очень современным оборудованием, и мы бы очень хотели, чтобы это оборудование не просто простаивало, а дарило радость движения нашим пациентам. Очень много пациентов приходят с жалобами, в частности они связаны с проблемами с опорно-двигательным аппаратом, это тазобедренный, коленный сустав, голеностопный сустав. Наша комиссия нацелена на то, чтобы обследовать этих пациентов, собирать жалобы и по возможности, если действительно есть такие показания, отбирать пациентов на оперативное лечение по эндопротезированию тазобедренных и коленных суставов. По словам Сергея Амзаева, врача-травматолога-ортопеда Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, данные операции считаются высокотехнологичными. Они проходят с привлечением большого числа хирургов, и благодаря таким операциям пациенты возвращаются к нормальной жизни, отказываясь полностью от лекарств и обезболивающих препаратов, начинают вести активный образ жизни и даже заниматься спортом. Центр наш молодой, протезирование проводится в течение года, но даже за этот короткий промежуток мы сделали большой вклад в здравоохранение. Было прооперировано около 2,5 тысяч пациентов, в частности около 1,5 тысяч поставленных эндопротезов, заменены суставы, и по системе ОМС были проведены артероскопические операции, это удаление поврежденных менисков, пластика сухожилий, плюс очень много операций по коррекции стоп, это искривление первого пальца, я думаю, женщины, особенно более старшего возраста меня поймут. Операции все проводятся по системе ОМС, это обязательное медицинское страхование, либо по госконтракту. Операция абсолютно бесплатная для пациентов. Рассказывая об уникальных возможностях центра, в котором уже удалось побывать некоторым жителям Артемовского городского округа, врач-травматолог-ортопед отметил созданные в центре условия для скорейшего возвращения пациента к полноценной жизни. Послеоперационный период у нас в среднем, если мы говорим о протезировании суставов, то пациенты у нас находятся ранний послеоперационный период, это 7 дней. Причем после операции пациенты у нас встают на первые-вторые сутки уже. Первое поднятие, вертикализация пациента проводится в отделении реанимации. На второй-третий день к пациенту приходят врачи лечебной физкультуры, обучают их, как правило, нужно вставать с кровати, как ходить. Основные навыки самообслуживания – ванная комната, туалетная комната. Среднестрогая специализация у нас 7 суток. Это первый этап реабилитации. Дальше у нас развед очень хорошо отделение реабилитации, куда пациенты могут по желанию оставаться на второй этап реабилитации. Там среднестрогая специализация от 7 до 10 суток. К ним приставляется отдельный инструктор ЛФК, подбирается индивидуальный комплекс занятий на современном оборудовании. Благодаря ему человек еще быстрее, полноценнее возвращается в новую жизнь. Весь реабилитационный период, проведенный в центре для пациента, также проходит по полису ОМС, то есть бесплатно, подчеркнул Сергей Амзаев. Стоит отметить, на консультативный прием старались попасть многие артемовцы. По словам врача-травматолога-ортопеда, жители Артемовского городского округа, шли с жалобами в основном на боли в коленном суставе. Пациенты приходят с деформирующей артрозом второй-третьей степени, то есть это уже запущенные в основном состояния, когда, к сожалению, да, медикаментами человеку мы можем только помочь временно. Очень много сегодня пациентов были направлены к нам в центр, на врачебную комиссию. После прохождения врачебной комиссии они уже будут приходить к нам на оперативное лечение после соответствующего сдачи анализов. Вот здесь, почему вот это место где-то были? Потому что связки, мышцы, сустав сейчас деформированы, они напрягаются, вот они напряжены. И они у вас были, да? Вот надо его репетировать или ремонтировать. Отремонтируем, переживайте. Со своей стороны врачи Артемовской центральной районной больницы отмечают, что появление данного центра в Нижнем Тагиле помогло решить ряд важных вопросов, с которыми приходилось сталкиваться медикам в таких маленьких городках, как Артемовский. В последнее время широко получило распространение данный вид оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Таких пациентов на территории нашего города и района к нам обращается достаточно много. И, значит, до недавнего времени существовал такой порядок, что пациенты, документы на таких пациентов мы оформляли в Министерство здравоохранения. И там уже, согласно квотам, эти пациенты дожидались своего вызова в любое лечебное учреждение, где данный вид медицинской помощи оказывается. С открытием, еще раз повторяю, он открылся недавно, этого центра. Эта очередь у нас продвигается гораздо быстрее. И сейчас с целью сократить период ожидания больных, и с тем, чтобы этим пациентам не ездить предварительно в Нижний Тагил для определения и назначения конкретной даты операции, и состоится прием таких пациентов здесь у нас на базе Артемовской поликлиники. Очень рады появлению в Нижнем Тагиле данного клинического лечебно-реабилитационного центра и в отделении травматологии Артемовской центральной районной больницы. До этого отделение сотрудничало с областной клинической больницей и с Институтом травматологии и ортопедии имени Чакрина города Екатеринбурга. Высокотехнологические операции, то есть это не тот уровень больницы, который может заниматься высокими технологиями. Это наша больница не имеет такого статуса. Ранее мы не имели, но наше отделение, по крайней мере, не сотрудничало с этим клиническим центром, но решили попробовать. Стоит отметить, после консультативного приема, прошедшего в городской поликлинике, у артемовцев, страдающих заболеваниями суставов и нуждающихся в оперативном лечении, появился шанс с помощью Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра города Нижний Тагил вернуться к полноценной жизни.